Дорогие господа, начинаем сегодняшний вебинар, он называется «Остаться счастливым вебинар о счастливом бытии» с Дуйко Андреем Андреевичем 31 марта 2023 года. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, а также у нас будет эта тема. Надеюсь, будет нам всем интересно. Очень много есть информации, такой мотивирующей информации и так далее. Ну вот одна из, наверное, мотивирующих видов информации. Вообще, когда начинаешь смотреть о том, как правильно или как начинать свой день, или как начинать вообще жить, то очень часто мы слышим одни и те же слова. Ну они такие все реально простые, знаете, ну типа начните свой день с благодарности и позитивных мыслей. Но когда мы просыпаемся, то понимаем, что благодарить не за что, мысли не позитивные, все очень плохо. Это все связано с тем, что не высыпаемся, гормоны нас там лупасят, в стране война, родина в опасности, денег нет, где-то болит и так далее. Ну и пункт номер один, который точно нам не подходит, когда мы хотим изменить свою судьбу, это начинайте свой день с благодарности и позитивных мыслей. Почему? Да невозможно эти позитивные мысли найти, когда вокруг все плохо. Когда плохо тебе, окружающим, можно ли выбраться как-то из этого? Да. Конечно, у многих людей, конечно, не получается из этого выбраться, потому что это и гормоны, и карма, и близкие, и грязное пространство, ну и так далее. Знаете, много есть нюансов. Грязное пространство это, вы же живете, а рядом с вами соседи, соседи ругаются, у вас тихо, энергия она не имеет границ, проникая в ваше помещение, загрязняет ваше. Там с сыном живете, сын ночью с кем-то там переживает, ругается, еще что делает, а у вас потом скандалы в семье и так далее. Это все вот в комплексе может приводить к таким нюансам. Сегодня я расскажу, как можно почистить быстро помещение. Самые простые методы, это метод лалки-тапы, методы, там их существует просто миллионы всевозможных методов. Я сегодня об этом расскажу, потому что очень часто человек начинает заниматься эзотерикой, не понимает, каким образом можно очистить пространство, что необходимо сделать в пространстве, как с ним работать. Итак, метод номер один. Метод номер один ментальный. Необходимо представить, будто ваше помещение, в котором вы живете, это большой сияющий мыльный пузырь, но который не лопается. После чего представить, будто вы все, что находится, сожгли и все загорелось. Потом сделали вдох-выдох, представили, будто все стало прозрачным, сделали вдох-выдох. После чего представили, что все засветилось ярким сияющим цветом, сделали вдох-выдох. после чего по центру этого всего необходимо поставить восковую свечу так чтобы восковая свеча от 10 до 15 минут погорела таким образом происходит очищение второй вариант есть очищение человек одевает белую одежду берет в руку белую небольшую тряпочку и по часовой стрелке начинает вот так ходить и берет эту белую тряпочку обмакивает соленый раствор воды после чего бегает по помещению против часовой стрелки или по часовой стрелке машет вот так руками как бы выгоняя все зло которое находится у вас квартире после чего когда он по часовой стрелке обошел вот таким образом все это как бы выгнал после чего выходит на улицу эту тряпочку сжигает после этого в каждой комнате необходимо поставить маленькую свечу так чтобы она от 1 до 3 минут погорела третий вариант вы можете выбрать вот что можете у кого-то проблемы у кого-то есть переживания там допустим дочь ваша переживает она нервничает злится и там не знает как ей или что делать кто-то не хочет из семьи вашей уходить там и условно заждался момента когда ему уже пора было бы уходить такого человека можно выгнать или такую ситуацию можно прогнать точно так же но для этого необходимо еще и ароматическая палочка любого темного цвета зажигаете берете ее в левую руку или берете ладом в левую руку берете точно также белую тряпочку обмакиваете ее в соленую воду выжимаете и точно так же ходите по часовой стрелке и говорите слова выгоняю печаль выгоняю там безрадостность выгоняю болезни выгоняю там бедность выгоняю нежелание выгоняю там еще что-то идете по часовой стрелке по правой стороне это значит да по часовой стрелке идете по правой стороне как заходите и надо идти час я что-то напутал когда заходите нужно идти по правой стороне это получается против часовой стрелки вот не по часовой стрелке против часовой стрелки нужно идти идете так чтобы ваша рука была с стороны тряпку держите в правой стороне левой руки держите ладан или делает или держите ароматическое благовония какой-либо темного цвета и точно также выгоняйте но что-то определенное уже там что-то из что-то связанное с эзотерикой там часто люди говорят я сплю а утром просыпаюсь что-то ползает там как-то беспокоит и так далее это скорее духе эти духи тоже описаны как у милостивить духов и что это такое у милостивить духов тоже не сложно необходимо взять серебряные украшения ли серебряные монетки и в туалетах где обычно находятся духи или в местах где особо плохо пахнет именно в этих местах всегда у вас будут находиться духи если у вас помещение в котором вы живете есть место в котором исключительно плохо пахнет то в это место которое имеет максимальный плохой запах необходимо положить серебряную монету вы увидите как очень через через очень быстрое время или что это даст вернее вот смотрите в местах которые связаны с испражнением обычно находятся духи блуда то есть у людей появляется блуд люди нервничают психует злятся и так далее также можно сделать так написать блуд на красном чем-нибудь на красный черным на красный или на желтой бумаге воскресенье запалить на улице небольшой костер такой это нужно делать за пределами дома и написав на на бумажечке несколько раз слова блуд сжечь обязательно это делать в вечернее время и это делать необходимо в воскресенье или же четверг далее медитация очень часто мы пропускаем этот момент и не знаем каким образом успокоиться как восстановиться когда мы начинаем искать допустим в интернете или где-либо каким образом можно восстановить себя там как прийти к себе как успокоиться как быть спокойным и так далее нам как правило там все системы они говорят пробуй заниматься медитацией пробуй заниматься медитацией несколько слов о том что же это такое какие все таки правильно заниматься и к чему она должна привести особенность медитации заключается в том что очень часто люди они на протяжении жизни своей имея большое количество мыслей и проблем начинает путаться то есть одно переключается на другое в момент того когда человек начинает о чем-либо думать он думает о том как заработать тут же думает о том как потратить тут же думает о том как одеться тут же думает о том как не болеть тут же думает о том что нужно сегодня делать и так далее меняется у него информация когда меняется информация то условно нить которая управляет этим миром она связывается в клубок и человек вдруг в какой-то момент не дай бог еще какая-либо неприятность у него происходит и он оказывается это в народе называют тупик на самом деле это огромный клубок неразборчивой информации когда начинаешь общаться с людьми то очень часто человек у которого много проблем он в момент того когда начинает разговаривать перебегает или перескакивает с одной тему на другую и даже в народе говорят каша в голове у человека то есть человек не может сосредоточиться у него постоянно одна мысль сбивает другую и так далее чем больше мыслей тем больше дерганей если посмотреть на человека который очень дерганный вскакивает садится чешется убегает и у него все хорошо психически и это человек хорошо спит у него нет никаких органических физиологических там повреждений со здоровьем нет проблем со здоровьем то такой человек скорее всего испытывает состояние или находится в состоянии невроза и этот невроз скорее всего связан с тем что он либо очень много мечтает либо у него очень много планов либо у него очень много задач с которых он перескакивает с одной на другую на третью торопится при этом очень сильно мотивированный видимо там чем-то но этот невроз он опасен и вот такие невротические расстройства они в дальнейшем кстати могут приводить к серьезным или к появлению серьезных заболеваний таких заболеваний как допустим диссоциативное расстройство компульсивно обсессивное расстройство мне кально депрессивный психоз и даже но более хотя куда там более различные в общем психические психиатрические заболевания это все может стимулировать неврозы долгое не лечение невроза кстати может приводить человека и к ожирению их дальнейшем к появлению заболеваний заболеваний, аутоиммунных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, ожирению и так далее. Ну и глядя на это все, обычно человеку, который в обычной жизни живет, который говорит, вот я послушал Дуйко, и он сказал, надо медитировать, попробуй медитировать, обычно садится человек, а там продолжается каша. Так вот, с чего нужно медитировать, что это такое? Объясняю вам, медитация это сосредоточение, на чем? Я сейчас расскажу, на чем легче всего сосредоточиться. Необходимо сесть, расслабить плечи, закрыть глаза, желательно это делать утром. Ничего конкретного для совершения медитации производить не нужно, но я считаю, что необходимо засечь время и проводить первую медитацию чрезвычайно короткий период времени, то есть одну, две, три минуты, больше не нужно. Что это даст вам? Даже само целеустремленное желание и намерение произвести медитацию утром, даже если у вас времени не хватает, позволит вам дисциплинировать свои чувства и позволит вам дисциплинировать и свои желания, и свои намерения и так далее. Когда человек говорит, я не могу отказаться от еды, я не могу там утром не схватить сразу телефон, я там мужчина, я не могу, я все время там хочу секса или выпить и так далее. Чего не хватает? Не хватает дисциплины, не хватает духовной дисциплины, душевной дисциплины. Вот к такой дисциплине нас приводит постоянное упражнение в дисциплине, а таким постоянным упражнением в дисциплине это наше хотя бы одноминутное намерение провести одноминутную медитацию, то есть отложили телефон, не сразу за него взялись, после этого умылись, после этого сели и занялись медитацией. Когда вы садитесь и закрываете глаза, то медитация началась, конец. Что необходимо делать? Самое важное это просидеть от одной минуты, потом до десяти довести, а через один-два месяца вы будете сидеть спокойно в час. Что нужно делать? Итак, медитация это два элемента. Первое намерение, вы сели, и второе закрыть глаза и дальше что? И дальше прочувствовать как вы расслабляетесь. Расслабить плечи, расслабить живот, ну и постараться сесть так удобно, чтобы сидеть расслабленно. Как-то особенно держать руки не нужно, сидеть абсолютно ровно не нужно, можно ли облокачиваться? Можно. Самый главный момент это сидеть просто и с закрытыми глазами, или полузакрытыми, или даже с открытыми глазами, что делать? Если вы с закрытыми глазами, а пробовать или начинать медитацию лучше с закрытыми глазами, необходимо говорить себе, я смотрю, и все, больше ничего. Я смотрю. Когда появляются мысли, говорите, это мои мысли, но я смотрю. То есть основная ваша задача в момент появления или в момент практики первой медитации научиться смотреть куда? В никуда. Просто смотреть в темное веко. И что бы там ни происходило, засыпаете вы, просыпаетесь, или идут картинки, или начинаете уноситься мыслями куда-либо, вспоминайте о том, что вы сидите для того, чтобы просто смотреть, а все остальное для вас не играет никакой роли. Таким образом, научившись медитировать, и начиная с одной минуты, допустим, ежедневно, доведя даже до 10 минут, у вас улучшится настроение, появится концентрация, вы успокоитесь, вы не будете себя накручивать, как обычно это бывает. У вас будет более цельное видение своей жизни, вы будете более четко и целеустремленно, допустим, двигаться к какой-либо вами поставленной задаче, или четко понимать, что вам необходимо делать сегодня. Потому что очень часто человек говорит, мне надо и это, и это, и это, и это, и это, и это, а как он не знает. И все. И в итоге человек вздыхает, у него появляется невроз, он начинает кидаться, хвататься за одно другое. Ну, я, в общем-то, уже описывал это состояние. Итак, ставим палец вниз и говорим, начинайте день с благодарности и позитивных мыслей. У кого-то это получится, а если нет, чистим помещение. Ну и занимаемся медитацией, которую условно можно назвать медитацией дуйко. Я смотрю. Дальше. Если у вас есть пространство... А, уже рассказывал. Второе. С открытыми глазами перед тем, как вы проснетесь, попробуйте ощутить близких. И попробуйте настроить себя на то, что вы к ним тепло относитесь. Хорошего, теплого отношения. Не нужно ничего произносить, не нужно ничего думать. Вот смотрите, как это выходит. Сын пьющий, придумайте, что он маленький, как будто ему 7 лет, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 10 и так далее. То есть, представьте тот момент, когда он маленький. Если с мужем абьюзером живете или с женой ненормальной, представьте, будто она маленькая. И в этот момент произведите такую сонастройку. Представьте, будто вы этого человека обнимаете. Садите себе на колени, прижимаете и целуете. Что это даст? Дело в том, что это изменит ваши отношения. Очень часто мы более терпимы именно к тем людям, которых мы больше всего любим. То есть, мы терпимы к своим детям, которых мы любим, к своим родителям, которых мы любим, еще к кому-либо. К себе маленькому мы терпимы. Если не хотите представлять этого человека, представьте просто маленького ребенка, которого вы посадили себе на ножку, погладили, поцеловали и так далее. Что это даст? Это в дальнейшем, или такая медитация, которую, кстати, необходимо выполнять с открытыми глазами, в дальнейшем вам даст возможность быть более теплым человеком. А также взрастит вас такой процесс психической и душевной и чувственной адаптации. То есть, вы не будете вспыхивать сразу, у вас будет более теплое отношение, и вам для этого вспоминать не нужно будет. Это своего рода такая духовная аффирмация. То есть, вам не нужно говорить, я их люблю, я их люблю, я их люблю. Когда мы представляем, будто посадили кого-то себе на коленочки, погладили и поцеловали в лобе, то это подразумевает, что мы любим. То есть, любовь такая, она проявляется в действии, а сердце уже идет вслед за этим. И в этот момент посадите там сына, который пьющий, гулящий, непослушный, поцелуйте, отпустите его потом мужа своего, если вы женщина, или жену, если она там у вас требует этого и так далее. Это удивительный такой, удивительный такой вариант, который действительно очень эффективен, потому что вы увидите сразу, буквально с первого раза не произойдет, потому что обычно с первого раза все переругаются. А вот через неделю, после того, когда вы одну, две, десять, пятнадцать секунд до одной минуты будете использовать такой вот простой для себя эзотерический ментальный метод объединения с семьей или с близкими людьми, вы сможете многое ощутить. Кстати, сегодня я в очередной раз наткнулся на информацию, знаете, эзотерики очень много, и сейчас как никогда становится популярным обращение к роду, пусть род помогает и так далее. Вы знаете, мое отношение, я говорил, что обращаться к роду своему нельзя, просить помощь нельзя и так далее. Может ли он помочь? Духи, по идее, которые принадлежат этому роду и которые умерли, они могут помогать человеку, который... Но только в одном случае, если человеку очень необходимо. И второй случай есть. Что же это за случай? Смотрите. В случае, если у вас, в вашем роду, есть вы, ваша сестра, ваша мама, ваш брат и ваши дети, и между вами есть какой-либо конфликт, и вы при этом будете призывать свой род, и будете говорить, о, там, тетя, там, мама, там, я не знаю, еще кто-то, придите, о, сила моего рода, помоги мне и так далее, то этот род будет вам мешать жить. То есть эти духи придут к вам и будут вас уничтожать. Почему? Потому что они следят не за вами, и вы им не господин, а они следят за всем родом, чтобы он жил этот род. Если вы, допустим, с мамой в плохих отношениях, то мама в этой иерархии ближе к роду, и вы будете получать за то, что на маму обижаетесь. То есть как это проявляется? Заболевания печени, заболевания мозга, гриппы, простуды, психические заболевания и так далее. То есть можете твердо быть уверенными, если вы в своей семье нервны, друг друга ненавидите, с мамой не общаетесь, на папу обижаетесь, своими сестрами и братьями не общаетесь, и дети у вас какашки, как вы считаете, на самом деле все люди хорошие. И обращайтесь при этом по какому-либо эзотерическому опыту или после общения с такими людьми, которые советуют это делать, к своему роду, готовьтесь. Вас будут бить нещадно. Появятся духи, которых потом проводить будет чрезвычайно сложно. Ну и сразу же такой вопрос здесь звучит, он, наверное, а если у нас очень хорошие отношения, тогда поможет род. Поможет быть более... Поможет более тепло друг к другу относиться и даст внутреннее тепло. Но это очень редко бывает, потому что в вашем роду должны были быть такие люди, которые были хорошие и жили друг для друга, умерли друг за другом, не гуляли, не изменяли. Вы знаете, мир так устроен. Люди не идеальны. Поэтому то, что мы видим внешне, очень часто отличается от того, что внутри находится. Я даже часто говорю, знаете, глядя на идеальных людей, я обычно стараюсь с такими людьми не общаться. И знаю почему. Потому что когда человек абсолютно идеальный, идеальный, то, скорее всего, где-то в нем находится чрезвычайно мощно развитая, темная черта. Потому что где есть очень много белого, то даже небольшое количество черного будет максимально черным. Далее, сегодня я прочитал. Для того, чтобы прийти к счастью, нужно избегать негативных людей, эмоций, которые могут нарушать ваши настроения. Как? Как их можно избегать? Если кто-то в трамвае, в метро, на улице орут, ругается, там, когда вы выходите, и вам кажется, все на вас кидаются. Когда вы выходите, и муж уже вас видит, и на вас уже начинает кидаться. Кстати, никогда не задавались вопросом, почему на вас кидаются с утра? Почему на вас раздражаются? Что ж такое? Человек говорит, да почему же это происходит? Один из вариантов звучит так. Один из вариантов звучит так. Им не нравится ваше лицо. Почему? Кислое. Хочу дать секрет такой. Или рассказать секрет. Эзотерика – это секретная наука. Подойдите к зеркалу. И посмотрите, какое лицо вы создаете для окружающего мира с утра. Оно у вас буки-барабуки? Или оно у вас все-таки улыбающиеся улитки из мультика «Без улыбки хмурый день светлее». Вот если оно у вас как у веселого енота, тогда люди, которые вас видят, но, как правило, утром у многих лицо не веселого енота, но они непременно хотят видеть, чтобы к ним относились как будто у них лицо веселого енота. Вы понимаете, в чем особенность? Мы привыкли ориентироваться на настроение тех людей, которые находятся рядом с нами. Так как в большинстве своем мы являемся эмпатами. То есть мы чувствуем чувства, как нам кажется, других людей. На самом деле мы ориентируемся на мимические морщинки, на тон голоса, на движение и так далее. Невроз, на какие-то быстрые разговоры или медленные, на какие-то моменты. А у людей может быть пониженное давление, повышенное, сахар высокий, сахар низкий, гемоглобин низкий, гемоглобин высокий, лимфоциты высокие, билирубин высокий, холестерин высокий и так далее. Это же все, там у человека может быть что хочешь, может это в комплексе быть. Низкие и высокие гормоны, у одних там, у одних высокий, низкие прогестероны, высокий тестостерон, у кого-то вообще нет тестостерона, у кого-то высокий. И вот вы живете в семье, где у всех вот такое, вот такое. Надо потренироваться, надо потренироваться. Мой совет. Подойдите в зеркало и научитесь делать американскую улыбку. Сделайте американскую улыбку, успокойтесь, такая, красота какая, красота. И, конечно же, почему человек раздражается на людей, когда он выходит на улицу, почему вообще человек, потому что он эмпат. Дело в том, что это врожденное качество, что она тут рядом со мной стоит, мне она не нравится. Но она тоже имеет право здесь стоять. Она точно так же купила, как и ты, билет. Знаете, я часто в юности, когда посещал там вокзал-базар или там клуб, или еще что-то, или магазин какой-либо, то я иногда замечал таких людей, которым мешают окружающие люди. То есть, женщина, которая шла, если вдруг кто-то подходил, к ней касался ее, то она делала так, как будто ей это не нравится. То есть, она выказывала свое невероятное плохое отношение. То есть, такое ощущение, как будто рынок, вокзал или базар был построен персонально для нее. И она пришла с 11 часов дня до 2 часов дня только для того, чтобы там походить. И все должны отойти в сторону, и она должна ходить. Понимаете? Вы таких людей знаете. Как от таких людей, как справляться с этим, как не хватать эмоций таких людей, как быть тем человеком, которым все равно рядом есть такие люди или нет таких людей. Есть великолепная аффирмация, великолепная медитация. Она звучит так. Сидя с открытыми или закрытыми, даже в этот момент, когда это происходит, произносите себе фразу, состоящую из двух словосочетаний. Первое словосочетание «Я не при чем», «Она не при чем». И второе «Я не кто», «Она не кто». Поверьте мне, это очень помогает. Просто попробуйте это сделать. Такая идея, она справляется с нашим внутренним эгоизмом. Так и на нас перестают раздражаться, и мы не бесимся. И это в комплексе очень нам помогает. Ольга, завтра у меня день рождения, учитель, махните палочкой, чтобы выйти из мертвой зоны. Нет, моя родная палочка у меня здесь. Я сейчас в другом месте нахожусь, нет у меня палочки с собой здесь. Нет. Как выйти из мертвой зоны? Есть удивительная эзотерическая практика, ее очень несложно выполнять. Каждый день представляйте, будто вы, не глядя в зеркало, видите себя в отраженном зеркале. Когда вы увидите себя в отраженном зеркале, представьте, будто сильнее всего светятся у вас ноги. Они ярко светятся. И от ног ваших, представьте, куча дорог белых в разные стороны идут. Если вы так будете делать, не придумывайте дополнительно что-то. На конце дороги ни миллиарды, ни миллионы, ни любимых, ни коней, ни голубей, ни цыган с медведями, ничего, ни голых мужиков и баб, и не машины, и не все остальное. То есть, вот как я говорю, и на этом точка. То есть, представили, сделали вдох, представили, будто видите себя в отраженном зеркале. Второе, представили, будто ноги видите лучше всего, прямо стопы видите свои красивые. Ноги можно голыми видеть, только в трусах. И после этого, представляете, будто от ног асфальтированная дорога у вас идет. И все, сделали вдох-выдох, будете делать так утром и вечером, ручаюсь прямо, на протяжении, ну, где-то одного месяца сможете решить все вопросы. Есть такие ритуалы, вот смотрите, вот это все называется джададоша, то есть, это влияние на человека, планет таких, Кету и Раху, которые мешают человеку быть счастливым человеком. Существуют ли определенные или какие-либо эксперименты, медитационные или такие фантастические, магические, их можно так назвать, которые ничего не значат, но которыми можно убрать вот такие проблемы. Да, существуют. Я их знаю, миллион. Один из них звучит так. Пусть, допустим, берете две металлических тарелки, берете две металлических тарелки и на одной пишите пусть мне в жизни везет и на другой внутри пишите пусть мне в жизни везет. Вот так складываете одну к одной и в костре она должна накалиться и прогореть, чтобы весь костер прогорел. То есть, зажгли костер, бросили туда эти тарелки и оно должно прогореть. Желательно это делать воскресенье в конце нужно бросить порошок из меди можно а можно красную тряпку второй вариант вот проведя даже один раз такой обряд даже единоразово проведя такой обряд у человека начинает получаться вообще вот человек говорит у меня нет денег построить дом но я хочу начать построить с чего мне начать с этих тарелок вообще это делается не так вообще их в печь вкладывают эти тарелки там печь прогорает они там горят эти тарелки и так далее потом с мусором просто выбрасывается они не обязательно должны быть большие они могут быть маленькие такие блюдца металлические и они должны быть сделаны исключительно из железа то есть металлические алюминиевые не подходят и можно даже сделать так это могут быть не тарелки это могут быть две металлические небольшие слушайте все придумал берете крышки для закатывания которыми не закатывали в магазине их покупать гипотетически из такой крышки можно есть ночью нет можно положили хлебушек сало съели все нормально читаешь торец копали после чего на одной фломастером написали пусть мне в жизни везет на другой фломастером написали пусть мне в жизни везет резиночкой связали эти две крышечки надписями друг другу распалили костер бросили туда дождались когда это прогорело и уходите сделали одно воскресенье другой в жизни будет везти то вот вам бы палочка занимайтесь спортом или физическими упражнениями чтобы выработать эндорфин и улучшить настроение спорт это хорошо но вы должны знать я как человек давно занимающийся физиологией да собственно и спортом да собственно и товарищи чем хочешь я занимаюсь от алкоголизма до магии знаете и могу сказать что я на сто процентов сейчас понимаю что есть люди это особый вид людей которые могут не есть и поправляться которые могут есть один раз в день и мало и поправляться которые могут сидеть на кетоновой диете вот как по дорогу по доктору бергу вот я по доктору бергу сидел на кетоновой диете один раз в сутки съедал 10 грамм мяса и там небольшое количество жира и так далее при этом я поправлялся то есть есть такие люди знаете как я называю таких людей таких людей я называю я называю нейрогуморальными или психически нейрогуморальными дело в том что в нашем организме есть определенные такие элементы как нейрогуморальная система то есть нашим наши нервы управляют нашими гормонами ну мы же все знаем в школе учились и это не ртн и это нейрогуморальная система она у некоторых людей работает следующим образом допустим если я прихожу тренироваться у меня нет настроения и я страдаю но заставляю себя из-за того что я страдаю у меня выделяется гормон кортизол когда выделяется гормон кортизол то он увеличивает дополнительно альдостерон дополнительно дополнительно растет у меня холестерин дополнительно растет у меня глюкоза или инсулин дальше от т.п. то есть у меня начинает повышаться весь гормональный статус за счет того что я устроен по принципу нейрогуморальной психической активности то есть если я иду мне не нравится я от этого поправлюсь если я ем во время еды мне что-то не нравится я поправлюсь даже если я есть буду воду представляете поэтому здесь спорт не всегда хорошо здесь очень важно если вы такой человек который прошел и крым и рым и не можете похудеть то знаете вы скорее всего имеете проблему это управление нервной системой вашими гормонами то есть вы скорее всего точно такой же как я нейрогуморальный человек каким образом и как можно с этим справиться нужно повышать адреналин потому что он расходует кортизол и нужно повышать нор адреналин который расходует кортизол конец каким образом это сделать смотрите когда человек нервничает и психует что он начинает делать он очень активно дышит согласны со мной да тогда нужно сидеть засекать время и проводить активное дыхание что будет происходить в момент активного дыхания у человека появляется адреналин второй вариант глубокий вдох короткий выдох это дыхание закисливающие наши организм или увеличивающие процессы метаболизма то есть окисляющие дыхание она тоже выделяет адреналин то есть либо глубокий вдох короткий выдох либо активные вдохи и выдохи можно там стоя потрястись что будет кортизол который выделился он у вас заберет он у вас вернее превратится в адреналин норадреналин и вам будет за счет этого лучше то есть вы на фоне этом будете расходовать кортизол превращая его не в инсулин не в холестерин а будете превращать холестерин в л-карнитин а инсулин будет распадаться то есть вот таким образом вы сможете увеличить адреналин а норадреналин самый простой метод это чтение вслух быстро берете любую книгу и очень быстро начинайте вслух читать быстро быстро как можно быстрее засекайте время если вы устроены по принципу нейрогуморальному то вам можно выполнять только эти практики делайте утром и вечером дыхание 10 минут после чего перед сном обязательно это делайте 10 минут это много 5 минут перед сном это делаете после этого садитесь засекайте время 5-7 минут и читайте громко и быстро любую книгу которую вы видите таким образом если вы читаете громко и быстро вы расходуете норадреналин когда вы дышите быстро у вас появляется адреналин таким образом расходуете свой кортизол который у вас скорее всего будет более менее а еще ешьте так чтобы нравилось чтобы теплые были у вас разговоры чтобы вас никто не бесил вот дальше занимайтесь спортом без нервов то есть не надо там я страдаю но бегу нет вы от этого поправитесь тоже без этого вот так ну и последнее есть такой способ у нас эзотерические организм состоит вот в алхимии магическом таком своде существует понятие наши условно человеческий организм он состоит из определенных элементов и считается что в наши наша пищеварительная система она состоит из двух элементов это сера и ртуть и объединяясь серая ртуть с может создавать токсин для мозга вот создающий токсин между серой и ртутью сера это то что идет о со стороны печени артуть это то что идет со стороны пищеварительного там на желудочно-кишечного тракта объединяясь между собой они могут выделять токсические вещества отравляя наш организм но это как бы волхимии так говорится но используя такие методы визуализации очень часто такие люди как я эзотерики создают определенные не научные а ментальные техники дело в том что в случае если есть ртуть и есть сера то в алхимии сказано что ртуть объединившись серой могут создать золото так вот я в свое время основываясь на этой идее сделал так после каждой еды представлял будто у меня в животе есть золотой кипящий золотой кипящий шар как вот кастрюли и там золотая лава такая и что вы думаете делая так ежедневно на протяжении там ну даже первой недели я заметил что у нас действительно очень улучшается состояние и уменьшается вес но это работает так неделю делаешь не проходит неделю делаешь ничего не происходит месяц делаешь потом месяц не делаешь ничего не происходит а потом через один месяц раз резко и похудел почему ментальные программы не работают быстро сегодня делайте повлияет на вас только через два-три месяца поэтому то что вы сделаете сегодня представляя так нужно ждать что это завтра не произойдет поэтому активное дыхание до расплавленное золото ждите через три месяца не знаю наверно вам это не нужно good in a band good in a band я собирала копейки в коробку на желание но потом уехала за границу и те копейки сын забрал им начали ругаться что нужно мне делать чтобы у нас были добрые отношения смотрите пустите переночевать потому что я не дайте пожалуйста воды напиться потому что я так хочу есть что мне негде переночевать вот вы сейчас вот так у меня спросили то есть если вы спрашиваете то как то вопрос должен быть знаете у нас коробка коробка причем что вы поругались и причем тут к этому что вам надо помириться то есть чтобы у меня спросили я сейчас должен разложить это все на субстанции правильно то есть коробку надо начать новую то что вы поругались не связано с коробкой и у него денег не хватало нужно было уезжать и знать что у него денег нет и надо было подруги оставить деньги которая бы там следила и ребенку бы покупала еду и тогда так вы уехали у ребенка оставили без денег без доходов что он ему вынужден был в коробке деньги брать у вас и как помириться а вот сегодня сказал как помириться представляете будто представляете каждое утро будто вы с ребенком обнимаетесь все помиритесь вот так руки складываете и говорите ты мой сыночек любимый пусть все дороги перед тобой откроются пусть всегда ты будешь меня обожать пусть тебя будут любить и так далее ну а для набора веса есть практика есть вот так берете две чашечки в одну воду наливайте а другая пустая переливайте говорите ты моя водичка добавь мне веса в мое тело добавим не пару килограммов чтобы я была полная или наоборот ты моя водичка любимая добавь мне от отбери у меня вес выведи из меня из ли избыточный жир забери у меня лишние 100 грамм сегодня сделай меня здоровенькой и выпиваете вот делаете так ежедневно заметите очень мощное влияние произойдет без бокала нет вокала красивый бокал до далее а если выйти на солнышко до в воскресенье и вот так подождать когда солнышко отразится в вашем бокале знаете красиво так после этого сказать о великое солнце ты греешь людей создаешь жизнь наполни меня богатством и после этого вот так представляю будто вы воду выпиваете вместе с солнцем и будете богатыми марина рыгально вопрос про железное кольцо не вижу в продажах является ли нержавеющая стайлер альтернативой до является все порядке ой кто-то тут и так юлия булаткина андрей андрей андрич будь ласка підскажите як зробить и правильно дай шукаты работу я косметолог эстетист массажизм сможе я працювати в цей сфері успешно чешукаты работу прибиральницы и продавца справлюся я конечно справлютесь вся проблема обычного человека успешного заключается лишь в одном элементе данный элемент называется человеческий страх когда человек боится то он находит себе объяснение почему он боится меня не возьмут зачем то есть вы думаете что вы боретесь с тем что у вас не получится а на самом деле вы боретесь со страхом то есть когда вы говорите получится у меня не получится я косметолог эстетист массажист но мне там может идти работать вот так то есть туда не страшно а идти массажистам косметологам эстетистам страшно и вы считаете ваше сознание так устроено что она думает что там у вас точно не получится там у вас то есть это все борьба со страхами так вот неуспешный человек отличается от успешного тем что неуспешный постоянно борется со страхами и так их и не может преодолеть то есть находит возможность страх не допускать к себе то есть живет со страхами и неуспешный человек это тот человек который вынужден постоянно преодолевать страхи постоянно преодолевать страхи получится не получится по фигу знаете чем отличается человек боящийся от не боящегося отличается тем что и один и второй постоянно боится точно так же но тот который выступает на публике он боится но потом боится еще раз потом еще раз потом еще раз потом еще раз и потом перестает Как, допустим, я в свое время очень боялся выступать перед публикой, потел, бледнел и так далее. Потом делал, 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 выступал, выступал, потом мне стало все равно. Перед публикой, перед телевизором, перед еще кем-то. Сейчас я встречаюсь с руководителями этой страны в больших каких-то помещениях, страшных и так далее. И мне все равно. Почему? Я ни при чем, я маленький человек. Они ни при чем, они маленькие люди. Дома ни при чем. Видите, как это все устроено. А вы не бойтесь, наоборот, сосредоточьтесь, целеустремлено стремитесь. Решили, вы живете как человек, который вот всего боится. Я боюсь, я боюсь. Вы говорите, а мне все равно, я все равно обойду всех, всем предложу. Вот как бы я поступал или как бы я делал. Я массажист. Обошел всех знакомых, позвонил всем знакомым, написал всем знакомым письма, сделал группу. Везде бы говорил, я массажист, массажирую так, делаю так и так умею. И вот это и снял бы видео, опубликовал бы его во всех, связался с кем-то, создал бы группу, чат в Вайбере со своими знакомыми. И набрал бы на конференцию и сказал, вы почему ко мне не приходите на массаж. И мне все равно, там, эти люди любят меня, не любят и так далее. Почему? Просил бы их, посоветуйте мне кого-то для массажа, дай мне каких-нибудь клиентов и так далее. Методов, слава Богу, хватает. Проси, коммуницируй и ничего не бойся. Обошел бы всех знакомых, которых я знаю, всем бы предложил свои массажи, свою косметологию, какие-то услуги. Посмотрел бы в городе, где находятся эти косметологические или массажные кабинеты. Пришел бы к ним, сходил бы в больницу, предложил бы терапевту какому-нибудь, чтобы он за откат давал кого-нибудь, чтобы вы массажировали. Ну, в общем, вариантов много. Ребята, даже не пишите, в какой сфере я могу зарабатывать. Даже не пишите. Дело в том, что даже если я правильно обнаружу вашу сферу, что это очень энергетически тяжело делать, то вы, скорее всего, не будете этим заниматься. Почему? Потому что вам перед тем, как что-то делать, надо справиться со страхами. Каким образом человеку необходимо справляться со страхами? Человек должен обязательно на протяжении своей жизни делать то, что ему где-то страшно делать. То есть, хотя бы несколько раз. Значит, если в вашей жизни ступор очень плохо, помешайтесь на время. То есть, выйдите на улицу, покричите на столб. Только к людям, на людей не кидайтесь. Сделайте так, чтобы никто не видел в начале. Вылезьте в окно, попойте песню громко. Если там люди идут, вы людей боитесь. Идите, какая-нибудь песня вам нравится. Вот вы ходите на улицу, стали сзади очереди, и начинаете петь. Видно, мать моя, если вы в России, вас побьют. Там украинцев сейчас ненавидят. Если вы из Украины, то надо спевать украинскую песню. Якусь там «Червона колына». И там зашли в магазин какой-нибудь, пока очередь, пока вам скучно. И начинаете петь. Якусь украинскую песню гарно спевайте. Это тягнить, чтоб гарно было. Там, Верку сердючку можно, там, что захочет. Для чего это делается? Найти то место, где мы испытываем страх, сложно. Но если вы его испытаете многократно, то вы откроете себе путь в судьбу. Потому что единственное, что мешает вам в вашей жизни перейти в другое состояние, стать успешным человеком, это огромное количество накопившихся страхов. Кармических страхов, от родителей передались, вообще страхов. Надо бороться со страхами. Ничего с этим сделать нельзя. Как бороться со страхами? Страшно делай. Других вариантов не бывает. Как работают люди обычно? Человеку страшно, и он думает, я могу это преодолеть. Найму кого-то, пусть этот человек сделает. Не сделает, потому что тому человеку тоже страшно. Вы его нашли по уровню своих страхов, вот такой. Взяли человека, он тоже боится. Даете ему, он боится. Человек так устроен, ему страшно начать. Страшно нечего. Ты давай изучай язык. А вдруг у меня не получится? Что это? А вдруг? Страхи. Ну что не получится? У миллиона людей получается. Напиши на листочке, каждый день повторяй, как мантру, сто слов. Через неделю выучишь. Потом забыть не сможешь. Скажите, пожалуйста, имеет значение родинка в виде треугольника на руке? Большое спасибо. Да, если на левой управлять будете чувствами людей, если на правой финансами. Как вы относитесь к центру Валентина Ковалева? А что у нас? Ковалев уже Валентином стал? Был Виктором, а сейчас стал Валентином. Что это вы его так? Насколько я знаю, он Виктор Васильевич. Как отношусь? Ну, хорошо отношусь. Я знаю, что Виктор Васильевич мой поклонник. Смотрел мои ступени. Много даже из этих ступеней. Как бы подтянул свою нейролингвистическую систему или школу. Ну, молодец. Вожуха. Он умеет так, я умею так. Я в том, что мы отличаемся. Я в том, что он сосредоточился на том, чтобы зарабатывать. На том, что он создал эту систему, создал учителей и преподает. Я сосредоточился не на школе. Я занимаюсь активно бизнесом. Потому что я человек, занимающийся бизнесом. Это стоит у меня на первом месте. На втором уже эзотерическая школа Кайлас. И сейчас открываю новые направления и так далее. Также я очень широко, как эзотерик, отдаю предпочтение работе, индивидуальной работе с определенными людьми. То есть это люди управленческой власти, исполнительной власти и так далее. Я этим занимаюсь давно. У меня очень хороших и много клиентов. Также я занимаюсь целительством профессионально. В общем-то, если уже так рассматривать, то я не ставлю эзотерику прям глобально на первое место. Для меня это хобби, но приятное. Кстати, хобби надо заниматься. Стаканы супер, продаются. Когда моя дочка выйдет замуж, когда влюбится. Вот влюбится так, что вас не сможет. И сразу замуж. Все. Я работаю в Химках, в салоне с девушкой, с Черновцовым. У нас все хорошо, работаем 8 лет. Ну так работайте. А зачем вы это мне написали? Зачем? Вы похвастались, что вы работаете с девушкой? Зачем похвастались? Зачем? Знаете, если говоришь, то делай. А если делаешь, молчи. Вообще, хвастаться нехорошо. Похвастались? Очень зря. Где вы говорите читать мантру, когда нет луны? Это как? Есть пол на луне. И через 19 лет дней нет луны. Вот на первый день, когда луна начинает, должна начать расти. Вот смотрите. Полнолуние, потом луна спадает. А потом есть день такой, когда она спала, ее нет. И потом начинает расти. Это грубо от полнолуния через 19 дней. Через 8 с половиной. И вот этот один день, он называется, когда нет луны. Татьяна Забаровска. Добрый вечер. Сейчас раздают много помощи. Ого, 7 часов уже. Час уже прошел. Как так быстро? Сейчас раздают много помощи в нашей стране. Но хоть и мать-одиночка, ни на какую помощь не попадаю. Что это может значить эзотерически? Ничего не может значить эзотерически. Вы не попадаете на помощь. Почему? Почитайте еще раз то, что вы написали. Если раздают много помощи, то для того, чтобы добиться этой помощи, нужно узнать первое, кто раздают, где раздают, при каких условиях, какие справки нести, когда брать, когда подавать и так далее. То есть это дополнительная работа. А, много раздают, кто раздают? Я не знаю, чтобы кто-то раздавал. Можно ли заработать на том, что много помощи раздают? Ну, можно, наверное, нужно найти сначала, в каком районе вы живете, прийти после этого в областное или районное, или облное, или еще что-либо, в городской совет, узнать, где находится то отделение, которое помогает тем или выдает эту помощь. После этого с ними или у них узнать, что вы с ребенком одиночка, что вам вынуждаетесь в помощи, написать заявление. После этого сказать, что раньше помощь не получала и так далее и тому подобное. То есть, что за вопрос к эзотерику? То есть, при чем я тут? Может, вопрос себе в компетенции, знаете, то есть, ваша компетенция обвинить или все-таки получить? Если обвинить, ну, я вас поздравляю, вы смогли это сделать и мне пожаловались. Но я ж не верховные рады, не народный депутат, я маленький человек. И что нужно сделать? А вам нужно конкретнее что-то делать? Знаете, похоже на вот эту, на стих Чуковского. Неужели в самом деле, так помните, да, лучше пошли бы посмотрели, неужели в самом деле. Ну и вам тоже придется пойти и посмотреть. Может, действительно в самом деле надо найти отдел, который дает помощь. Пойти там зарегистрироваться, подать документы, написать заявление, после этого прямо написать, где и в каких организациях в Украине дают помощь, как с ними связаться, как написать письмо, как подъехать, кто в вашем регионе ими там регулирует, написать. Если человек задается целью, он может достичь эту цель. Так это Новолуние называется. Да, Новолуние. Когда Луны нет, это Новолуние. Здравствуйте. Слышала, если крутится по часовой стрелке, то человек быстрее стареет, а если просто молодеет, это правда? Я думаю, да. Скажите, поднимется ли биткоин до 50? Нет. Нет. Добрый вечер, Андрей Ильич. Талисман от неприятностей на дороге. Гаила, Реца, Затурис. Можно лепить под седло мотоцикла, и будет тоже на виду. Нет, нет. Он может быть даже на груди, его можно там в виде талисманчика на себе носить. Когда будет мир в Украине? Когда-то будет. Украина победит эту войну, и мир будет. Когда вот станет жарко, тогда и мир наступит. Пескажите, будь ласка, як эзотерично допомогти своему человеку стати спокийнейшим, зараз досить агрессивный, який зараз служит в ЗСУ в горячей тоце. А шо вы хотели? Что нужно делать? Представляете, каждый вечер, будто вы его держите вот так в руках перед сном, и кладете его к себе прямо возле сердца. Вот так целуете, вот так гладите, говорит, ты мой зайчик, ты мой хороший, ты мое счастье, ты моя любовь. Пусть тебе все будет хорошо. И после этого ложите его вот так, возле себя или возле своей груди, и ложитесь. А дома каждый вечер, ну, не делайте этого. Андрей Дович разъясни, чи варто таки робити день памяті померлих та допомагати грошим обездомным, але так, щоб не перетянути від них невдачі та хвороби, читало вашу статтю. Ну, я лично поминаю умерших, поминаю умерших, но не делаю из этого культ. Я не делаю культ, потому что я обычно это делаю так, там, приезжаю, говорю спасибо. Дело в том, что поминать умерших нужно тем людям, кто их не любил. А я искренне люблю своего отца, который умер. Я весь род свой люблю, тех людей, которые жили. Я люблю и Сонину родню, которая умерла. Я с мамой, с бабушкой не знаком был, а вот с дедушкой знаком. Был мой друг, я его очень любил. У меня было очень много людей, которых... Я вообще стараюсь сейчас не общаться с людьми максимально. Дело в том, что я привязываюсь к людям, и из-за того, что живу по принципу «люди все хорошие», знаете, стараюсь максимально меньше общаться с людьми. Почему? Люди просто разные, потом привязываешься к людям, потом люди умирают, потом ты переживаешь и так далее. И вот я благодарен искренне тем людям, которые были в моей жизни, которые, к сожалению, там погибли или уже... Я их, когда нужно, обычно я это делаю в определенные дни, там, в году, и то я их поминаю. Я говорю, хорошие были люди, хорошие, пусть им помогают, знаете. Хороший отец был, там, он только тепло в моем сердце, знаете. Хорошие, наверное, дедушки и бабушки были, которых я никогда не видел. Но я поминаю. Нужно ли помогать тем... Дело в том, что я уже об этом говорил, а вы плохо смотрели первую ступень. В первой ступени я говорил, помочь необходимо человеку, если вы помогаете кому-либо, этот человек посмеялся над вами и сказал там, о, дурачок, поддался, а я его обманул. Ну, тогда вам... Тогда вы потеряете много денег, и это как проклятие. А вот в случае, если вы помогли человеку, и этого никто не заметил, и этот человек очень искренне благодарен, то это будет очень плюсоваться в вашу карму и будет очень в жизни вам вести. Я помогаю обычно невидимым образом. То есть человек, который заказывает у меня, допустим, препараты там, или заказывает что-либо, то я всегда ложу какой-нибудь подарок. То есть я бы мог этого не делать никогда. То есть вы часто, когда заказываете у меня препараты, они приезжают, я туда обязательно вкладываю там мазь какую-нибудь, или книжку, или там какой-нибудь атрибут, или еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть это делаю специально, таким образом происходит помощь. Я бы мог этого не делать. А так вот я помогаю. Уважаемые друзья, присоединяйтесь к марафону Андрея Дуйко «Обретение счастья и успеха в жизни». Вы когда-нибудь задумывались, что нужно для того, чтобы жить счастливо и успешно? Андрей Дуйко, психолог, эксперт в области саморазвития и популярный тренер по всему миру, знает ответ на этот вопрос. И теперь вы можете присоединиться к его марафону, чтобы узнать секреты обретения счастья и успеха в жизни. Марафон Андрея Дуйко – это уникальный онлайн-курс, который поможет вам пересмотреть свое отношение к жизни, обрести уверенность к себе и научиться достигать поставленных целей. За 20 дней работы со мной вы получите доступ к обширному курсу, который поможет вам разлить личностные качества, повысить уровень сознания и, прежде всего, увеличить уровень везения. Курс включает в себя огромные и важные темы. Это как ставить эзотерические предпосылки того, как ставить и достигать цели, как улучшить взаимоотношения с людьми, управлять своим временем, создавать финансовую стабильность, развивать свой карьерный путь, устроиться на работу и так далее, уменьшить уровень стресса, адаптации, как развивать в себе лидерские качества, находить и использовать возможности для развития карьеры, как найти то, чем заниматься и связать это с планетами, устранить влияние планет, которые могут влиять на вас и мешать вам развиваться. Во время такого курса я проведу целый ряд обрядов. Это обряды устранения влияния Кету и Раху, устранение, если необходимо, влияние Сатурна. Там огромное количество программ и технологий. Обычно я это не преподаю вот так в открытом виде в школе, но эффективность этого достаточно высокая. Буквально ежедневно для вас будут читаться мантры, со мной работают еще люди, читаться всевозможные коды, плюс проводиться всевозможные обряды. Работа происходит фактически индивидуально с каждым человеком, и эффективность этому достаточно большая. Те, кто проходил данные марафоны, обычно приходят на второй и третий раз, потому что знают, что после такого марафона происходит мощнейший ярко выраженный толчок на фоне любого финансового положения в вашей жизни. Поэтому приходите на мой марафон, и я сделаю все для того, чтобы подкрутить гайки и сделать так, чтобы в вашей жизни вновь начало быть счастье-радость и материальное благополучие в большом количестве. Андрей Андреевич, тем, кто был на прошлых марафонах, можно присутствовать еще? Тем, кто был на прошлых марафонах, можно присутствовать на этом марафоне, сделав еще раз дополнительную оплату. Конечно, покупаешь билет, приходишь. И это еще не все. Итак, быстренько теперь. Уделите время своим хобби и увлечениям, которые приносят радость и удовольствие. Я когда-то говорил, если женщина начинает заниматься хобби, то она никогда не будет одинока. Также очень важно понимание темы эстетизм и богатства, поэтому посвящайте свою жизнь эстетике и развитию эстетизма и культуры. Слушайте музыку, рассматривайте картины, делайте все, что любят богатые люди. Старайтесь быть в настоящем моменте, наслаждайтесь каждым мгновением. Да, легко сказать сложно сделать. Оденьте резинку на руку, и когда начинаете погружаться или когда начинаете вспоминать о чем-то, ударяйте себе резинку. Также всегда помните, что самый простой вариант прийти к состоянию настоящего и жить в настоящем — это восхищение. Если восхитнешься на протяжении дня сто раз, то вот сто раз вы побыли в самом настоящем моменте. Есть некая формула, ее когда-то показывала, это математическая формула или модель нашей жизни, в которой была гипотетически сформирована такая идея, вот философская, это кому там плохо, кому хорошо, кто болеет, кто не болеет и так далее. И там вот в этой формуле я тогда объяснял, что самая большая идея заключается в том, что настоящий момент абсолютно четко связан с тем, что человеку дают материальное благополучие. То есть чем больше человек находится в мечтах и в воспоминаниях, тем меньше ему будут давать материальное благополучие. Почему? Мечты человека кормят мечтами, прошлое человека возбуждает на страдания. Зачем ему давать настоящее? Поэтому ему, зачем если ты тешишься тем, что у тебя в прошлом, или тешишься тем, что у тебя будет в будущем, зачем тебе создавать настоящее? И для человека очень важно в настоящем моменте находиться. Как находиться в настоящем моменте? Восхищайтесь. Ой, как интересно. Да что ты говоришь? Вот у меня есть друг, его зовут Вениамин. И он Вениамин-Игорь. И вот он всегда начинает свой разговор, всегда, на протяжении всей жизни, когда с ним встречайся, он всегда начинает с того, что он восхищается. По-одесски называется. То есть, когда в Одессу приезжаешь, то очень часто там, здрасте, вам или говорите, а вот вы знаете, там что-то произошло. Человек говорит, да что вы говорите? Вот это да. То есть, что человек говорит? Восхищается. Это такая особенность. В Торе написано, кто больше восхищается, тот богаче живет. Именно поэтому многие люди, которые имеют иудейскую национальность, они периодически внимают этому и разговаривая с таким человеком, которого зовут Вениамин, он все время восхищается. То есть, с ним, когда не начинаешь разговаривать, все, да что ты говоришь? Вот это да. Неужели? Вот это да. Да что ты говоришь? То есть, вот у него весь такой разговор. Очень правильно. Стал ли он богатым? Послушайте. Если разделить деньги, которые у него есть, на всех людей, которые проживают на территории Украины, то хватит нам и нашим детям. Себе написал аж 30 пунктов. будем заканчивать. Хороший получился Вабина. Спасибо вам, Андрей Андреевич. Смотрю и слушаю вас. Заряжаю положительной энергией. Спасибо. Сегодня у нас последний день того, когда вы можете приобрести мои эзотерические курсы с скидкой 30%, а также минус 14% на все атрибуты на сайте и минус 19% на все биологически активные добавки на моем сайте tibetan-formula.com тибетская формула. Поэтому поспешите сегодня, потому что сегодня до вечера, до 12 часов акция будет длиться и завтрашнего дня уже закроется. Попробуйте, попробуйте, нет у вас возможности, нет у вас сил, не знаете, чем заниматься, станьте целителем. Я создал специальный семинар, который называется обучение целителей трехдневный семинар. Он восхитительный, невероятный, пройдя такой семинар вы становитесь автоматически самыми лучшими целителями, которые когда-либо появлялись в вашем регионе и сможете просто делать чудеса с теми людьми, которые будут к вами обращаться. и на этом будем заканчивать. Большое спасибо вам, друзья, за то, что вы находите силы и в это время, а сегодня у нас пятница и вечер 19.10, все равно приходите для того, чтобы заняться эзотерикой, получить информацию или где-то для кого-то может быть открытие новой информации. Верите или не верите вы в эзотерику, это не играет никакой роли, просто выполняйте рекомендации и будет именно так, как я говорю. То есть будет сказано там, что станете счастливыми с этими железячечками станете. Это все такая система, знаете, это называется третья сила. Объяснить это с позиции физики, математики или еще чего-то невозможно. Вы знаете, недавно я занимаюсь периодически тем, что беру тексты, особенно итальянские, такие старые, которые либо в антиквариате там, букинистики какой-то попадаются, либо кто-либо дает там сканы какие-либо и так далее. И вот такой текст был, это текст обсуждения какого-то философа и ученого, который жил в начале 17 века. Он в Италии, какого-то цанации, я уже не помню, миквола цанации, и он значит, папство обсуждает суд с ним и обсуждает суд и во время суда его называют аферистом. Почему его называют аферистом? Он помогает людям избавиться от болей в суставах и делает это следующим образом. Он наматывает проволоку вокруг банки или вокруг какого-то кристалла. Я так полагаю, что это кристалл видно с прессованного янтаря. И берет, натирает обшерсть вот такую проволоку в перчатке, берет перчатку и прикладывает после этого к суставам. И у людей, которые получают а что он делает? Он фактически производит электромагнитное облучение. То есть скорее всего этот человек придумал метод который у нас назывался магнитной корреляцией или КВЧ корреляцией. Это помните у нас были такие аппараты там подносятся и там две пластинки производили физиотерапию физиотерапевтическое воздействие там на суставы или на горло или там или чего на что-то. Я к сожалению не помню как он называется но вот делал он то же самое тогда они называли его аферистом шарлатаном и запретили ему заниматься этой деятельностью и так далее. Но сейчас можно рассматривая это все сказать что да действительно он был нормальным просто никто этого не понимал он жил не в свое время. Именно поэтому сейчас появляется информация где могут люди говорить обо мне то же самое но дело в том что эти люди не понимают что я делаю понимаете они не понимают что я делаю то есть у них недостаточно знаний а я объяснить не могу потому что скорее всего даже то чем я занимаюсь оно имеет еще ранг гипотезы то есть эта гипотеза она имеет объяснение но это объяснение оно скорее такое гипотетическое но ведь из настоящая наука она же и формируется на фоне в начале гипотезы а после этого эксперимента сколько нам открытий чудных готовит просвещение друг дух дух и опыт и на ошибок трудных и гений парадокса вдруг поэтому знаете кто бы как не относился и там как бы не придумывали и чтобы не говорили но знаете сотни тысяч человек миллионы человек которые пробуют делать или используют мои рекомендации в дальнейшем удивляются и говорят как это устроено и объяснить наверное с позиции нашей науки как это устроено ну в общем то невозможно то есть это и случае там зелеными веревочками и с металлическими кольцами и случае там когда поплевал на пальцы и там ячмень пропал и так далее то есть объяснить это каким-то образом психосоматическим или психическим или еще чем-то ну совершенно невозможно но она есть я обычно говорю что это скорее всего наше незнание вот этой третьей силы в дальнейшем и которую скорее всего со временем человек сможет и объяснить в том числе наверно наша гипотетическая возможность управлять вот этой третьей силой и делает нас пионерами в области исследования эзотерики магии паранормального и так далее но из-за того что это экспериментально все у одних получается у других не получается то есть мы же пробуем прикасаемся к этому и пробуем это все настроить ну и у кого-то есть успехи я как человек долго занимающийся вижу эти успехи подмечаю создаю новые системы и пробуем это все вместе или совместно нас очень много в школе больше миллиона человек мы вместе это пробуем все использовать испытывать создавать рекламы создавать делать вывод таким образом наш эксперимент подтверждается и мы становимся теми кто уже является доказательными наша школа становится доказательной не экспериментальной уже доказательной так как мы поставили много экспериментов можем сказать что вот это помогает наверняка или вот это помогает наверняка также сделано много выводов которые говорят что вот у этих допустим которые пробуют там произносить там я богата я здоровы и так далее не будет получаться и после этого говорим почему я даем объяснять что мы пробовали у нас не получается а теперь мы думаем что этот не получилось потому что ну и вот так и фар сформировалась наша эзотерика которая называют настоящая эффективная эзотерика ну еще раз спасибо не забудьте